Во имя овося, внемлите, други мои! Речь, но не пойдет, а зело полезной травки прикрыш. Трава прикрыш называлась еще волкобой, омек, блекот, дегтярка, недоспелка, копеечный частяк, овечьи и рунишки, черное зелье, одномесячник. По-научному порец шерстисто-умстый из семейства Лютиковых. Цветет с половины июня до августа. Попадается в лесу и за кустаренных лугах. Чародеями трава собиралась осенью в великоденский мясоед. Употреблялась она против свадебных наговоров. Делалось это так. Когда невесту везли в дом жениха, знахарь забегал вперед, клал траву прикрыш под порог. Предупрежденная родными о проделке чародея невеста, входя в дом, должна была перепрыгнуть через порог, не наступая на траву. Ежели невеста этого не сделает, то наговоры злых людей возымеют силу, и молодая не обречет счастья. Продолжение следует... Продолжение следует...